Доски садху Доски садху Доски садху Потому что они наверняка Какие доски Так, они тяжелые Я отдаю их владельцу Должна играть музыка Какая такая? И это такая модель Явно не для путешествий Они очень тяжелые Посмотрите Какие острые гвозди Да, слушай Ну это прямо Саморезы Я не ожидала, что они такие Я думала почему-то, что они потоньше. Встать неподготовленным человеком будет очень больно, если он не войдет в специальное состояние сознания. Я вот, если честно, даже пальцем чуть-чуть, и я прям чувствую, что тяжело. Я ощущаю, что я свои 55 килограмм поставлю, если на эти доски мне будет очень больно. Это точно. А для чего вообще в такое состояние ходить? Ну, в двух словах. Доски сапку позволяют попасть в состояние момента. Дело в том, что когда мы на них встаем, для эго, для нашей личности, идет отождествление с болью. Соответственно, мы испытываем тотальную боль, но сойти мы с них не можем. И эго выбирает уйти в сторону, и мы переходим в состояние наблюдателя в момент «здесь и сейчас». И, соответственно, в момент «здесь и сейчас» мы не испытываем страхи прошлого, страхи о будущем, а начинаем быть синхронны с этой вселенной и погружаться, так сказать, в состояние, где мы становимся брахманом. Так сказать, пустоты, квантовое состояние сознания, ну, или транса. А может быть, еще какое-то для здоровья, ну, полезные эти гвозди, стоять на них как-то влияет? Идет просто нереальный массаж точечный ног, точек, всех практически точек, которые находятся на ступнях. И возникает лимфодренажная система, в общем, начинает работать в огромном усиленном формате. Это одно из самых лучших средств, лучше, чем обычный массаж лимфодренажный, который позволяет систему запустить. И именно, кстати, по этой причине на них нельзя стоять больным онкологией, потому что это запрещено, потому что ускоряется рост клеток. Соответственно, если мы не болеем раком, то и рост клеток, обновление клеток организма других ускоряется благодаря гвоздям. То есть, когда человек встает всей стопой на эти доски, он чувствует боль, но намеренно отрекается от нее? Или он просто перестает ее чувствовать физически? Здесь в этом есть подготовка. Дело в том, что, чтобы на них встать, нужно понять, что некому ее испытывать. Если мы думаем, что я испытываю боль, ее отторгаю, начинаю бороться против себя, это, соответственно, будет поражение. Соответственно, нужно просто отпустить ситуацию тотально и уйти в момент. Но еще одни противопоказания – это высокая температура тела, если мы болеем. Дело в том, что и так, когда мы на них встаем, температура тела очень сильно повышается. У нас температура 40, она будет выше, и можно просто попасть в кому. Я честно признаюсь, раньше, в моем почему-то сознании, еще в детском, юношеском, я видел эти доски, еще разбитое стекло в каких-то фильмах советских, где либо фокусники, либо какие-то невероятные люди, обычно это индусы были, которые демонстрировали свое искусство, ходили по битым стеклам, вставали на гвозди, а, кстати, на них только стоят или еще ложатся? Ну, то есть можно сидеть на них, спиной ложиться. Ладонями, да, например? Да, да, конечно, можно и спиной на них спать, перед вечером, многие даже спят, есть такое. Вот, ну, в общем, да, вы можете использовать их как угодно для того, чтобы в качестве массажа, ну, как-то разогнать энергию свою и там помедитировать. Так что, если ты вдруг, будет у тебя поцарапанная спина, и твоя дама спросит, а почему это у тебя спина поцарапанная? Ты скажешь, я спал на досках в садхо. У меня тоже есть такой вопрос, почему мы не раним ноги? Гвоздики очень острые, за счет шага, я это понимаю, но все равно почему? Ну, прежде всего, за счет шага, но не хочу публику пугать, но на самом деле, как и боль, так и физическая оболочка, это на самом деле определенная концепция. Ведь сознание, оно первичное, а вся материя вторичная. Когда мы попадаем в это состояние, наше эго уходит на второй план, и, соответственно, даже на физике эти проявления нивелируются. Но если человек очень сильно этого боится, и он прям не может отключиться, как правило, у него могут быть даже раны в этом случае. Ну, это вот как-то так работает. Лучше вам показать в опыте, нежели объяснять так, что многим будет непонятно это. А может быть, кокуту? Ника, ты готова? Я предлагаю, чтобы для начала Максим стал, потому что это его доски, он уже подготовленный специалист. О, ну вот. Опасное занятие. Опасное, да. Ну, мне очень интересно твои ощущения. Ну, на данный момент я испытываю ощущение определенное так, как будто гвозди проникают в мою ногу, но на самом деле она чуть-чуть иллюзорна. То есть, мое эго сейчас выстраивает концепцию, что есть боль, что у меня повышается как раз эта температура, я это все ощущаю. И пока я с вами разговариваю, я это все испытываю. Но, в принципе, я могу фокусироваться на вас, и тогда мое эго отвлекается, и я эту боль могу не испытывать. Ну, вот уже начинают дрожать ноги, то есть это показатель, что идет энергия. То есть, это энергия, по сути, Земли, мы ее ощущаем прям по всему телу, и если еще включить музыку какую-то, можно прям очень-очень сильно разогнаться. Нет, мне самый интересный вопрос состоял в том, что как потом с ней слазить, это даже надо. Не дай бог, чем ты заняешься. Ну, я поняла, либо можно сесть на стол и спустить сразу две ноги, либо можно спуститься одной ногой, да? Ну, можно, в принципе, но это прям, да, больно. Вот, как правило, человек, который ведет, он держит за руки, и другой человек встает аккуратно. То есть, здесь еще очень важен вопрос доверия и, ну, вообще поле человека, который вводит тебя на гвозди. На твоей практике или, может быть, ты сам, кто-то из твоих людей, кого-то стало самое долгое количество времени, которое стоит? О, мой друг прорабатывал смерть отца, и это не мой совет был, но он поехал в то место, где он умер, а умер он на железнодорожном переезде, и он не мог отпустить отца. Он встал в то место, где отца сбил поезд и с закрытыми глазами простоял три с половиной часа, ждал, пока поезд проедет мимо него, для того, чтобы ощутить то, что ощущал отец. Ну, это позволило ему выбросить огромный пласт энергии, который в нем держалась из-за памяти прошлого. Ну, что ты скажешь по поводу нас? Тебе пододвинуть стул? Да, можно на стул? Что-то у вас бешеная энергия здесь. Я прям дрожу. А еще? Бешен. Так, вот. И самый такой болезненный процесс, это нужно с них встать. А, да? Это болезненнее, чем встать? Да, то есть больно становится, когда мы встаем, потом, когда мы на них уже принимаем эту боль полностью, боль исчезает, а когда мы с них уже слазим, тоже больно. И здесь лучше сделать вот так. Ты слышала этот звук? Поэтому это абсолютно безопасный шаг. Гвоздей. А можешь нашим телезрителям показать пятки? Можно? Да. Ника, ну давай. Давай, так, мне что нужно? Передвинуть их сюда или как? Или мне нужно встать? Я буду сидя вставать или сразу мне стоят с каждой ноги? Мы, наверное, вот так вот сделаем. Ника, мы будем сейчас за тебя переживать очень сильно. Да, очень важно не пробовать вставать, а просто встать одной и второй ногой. Далее нужно закрыть глаза, смотреть в область третьего глаза и представлять, как любая мысль уходит в пустоту как концепция. Ну, допустим, это фитиль, который прогорает в темноте. То есть мы встали, мы ощущаем, нам больно, это мысль, мы с ней растождествляемся, и эта мысль прогорает в пустоте. Следующая мысль снова приходит, и также растождествляемся, и она прогорает в пустоте. То есть любая мысль ассоциируется у нас с телом. Но мы же это не тело. Ну да. Ну вот. Чуть-чуть заволновалась. Пробуем. Так, глаза сразу закрываем? Нет, сначала встаем, закрываем глаза. Сначала встаем. Вот, теперь закрываем глаза, смотрим в области третьего глаза. Ника, как ты лихо взобралась на них. Вы это видели, друзья? Ну, я хочу сказать, что есть ощущение боли, но, в принципе, если сделать то, что сказал Максим, ее можно убрать. И создается впечатление, что ты стоишь на чем-то холодном. Ну, на самом деле, когда вот я только поставила первую ногу, было очень сильно больно. Но сейчас, в целом, если отпустить ситуацию, то можно почувствовать. Прилит силы, энергии. Да. Да, да. Вот оно. Сразу видно, человек занимается практиками и контролирует свой ум. А это самое главное. Вот так. Очень круто. Ощущение, что я стою на чем-то, короче, мягеньком немножко. Пока Ника не определила, на чем она стоит, все-таки я предлагаю оставить ее так на часочек в студии программы «Новый день». Пусть определяет. Готово стоить? Я готова, да. Так. Как я должна слезть? Давай. Ее лучше поднять. И просто садись. Просто сажусь. Так. Угу. И теперь отдирай ноги. Сразу две? Сразу две. Лучше резко. Ага. Как ощущения? Нормально, кстати. Вставать было сложнее. Ну да. Естественно. Так. Я должна теперь, наверное, показать или зрителям свои ноги? Ну, в целом, я могу сказать, что здесь шерсть животных от рубрики Жанны Чустовой. Ощущения вот сейчас очень приятные. Такое чувство, что мне делали массаж. Я прям чувствую поток, как будто ступни становится больше. Ни в коем случае одни этого не делайте. Верно, говорю? Верно. Везде важна техника безопасности и человек, который может, специалист, который вас может в это погрузить. Сто процентов. Я не знаю, как вы, но я ушла в какой-то транс. У меня сейчас такие очень мягкие ноги. Это главное, не заступай. У нас еще полпрограммы. Максим, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, очень давно хотела попробовать такой опыт. И благодаря тебе сегодня это получилось. Вам спасибо. Мы желаем тебе успехов. Мы желаем, чтобы наши телезрители, возможно, если тоже захотят что-то такое попробовать, обращались к Максиму, либо к другим специалистам такого профиля. Спасибо большое. До свидания. До свидания.